Здравствуйте! На 3-9 канале городские подробности из Анапы. Программа для тех, кто желает быть в курсе событий местной жизни. Сегодня вы узнаете в подробностях. О строительстве канализационного коллектора. О горе туристе, которого сняли с высоты 200 метров. О достойном результате анапских артистов и не только об этом. В Анапе закрыли детский лагерь, в который ранее проник педофил. Анапская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о детском отдыхе и оздоровлении детей. Установлено, что на территории города-курорта в июле месяце начал работать детский лагерь «Счастливое детство» открытого акционерного общества агентства «Кредо». При этом при его эксплуатации допускались многочисленные нарушения законодательства санитарно-эпидемиологическом благополучии, трудового и противопожарного законодательства, требования антитеррористической защищенности, что создавало угрозу жизни и здоровью для постояльцев. Прокуратура направила в суд иск о запрете эксплуатации детского лагеря до устранения выявленных нарушений. В настоящее время лагерь не действует. Все дети переведены для отдыха и оздоровления в другой лагерь, который соответствует всем предъявляемым требованиям законодательства. В отношении агентства «Кредо», юридического лица и его руководителя возбуждены три дела за нарушение трудового законодательства и требований пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. В Анапе продолжается строительство напорного канализационного коллектора. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Стимул». Общая протяженность коллектора составит почти 6 километров. Его прокладывают от очистных сооружений канализации до камеры гашения на высоком берегу. Строительство начали в марте 2023 года. Уже проложены 66 труб из высокопрочного чугуна. Их длина – 370 метров. Завершить работы планируется в конце 2024 года. Диаметр коллектора – 1000 миллиметров. Для его укладки на участке ведут земляные работы, делают монолитные камеры переключений. Чтобы не повредить зеленые насаждения и транспортные развязки, трубы прокладывают методом горизонтального бурения. Продуманы точки их проведения под будущим императорским парком, трассой, дорожной развязкой. Коллектор увеличит пропускную способность существующего до 114 тысяч кубометров в сутки. Сейчас на пределе возможности – 70. Создаст резерв по водоотведению, снизит риски по возможным аварийным ситуациям на коллекторе. В глобальной перспективе закладываются возможности развития курорта на годы вперед, с учетом его постоянного роста. К тому же данные мероприятия позволят улучшить экологическую ситуацию. Значительно возрастет качество очистки сбрасываемых вод. Это только часть масштабного федерального проекта реконструкции и развития водопроводно-канализационного хозяйства Анапы. Также в стадии проектирования резервуары чистой воды объемом по 10 тысяч кубометров в районе Джигинки, насосная станция в Субсехе, реконструкция главной канализационной насосной станции, строительство новых канализационных очистных сооружений в Благовещенской. Очередного горя туриста сняли с высоты 280 метров в Анапе. ЧП произошло вчера, 23 августа. Молодой человек прогуливался по берегу Большого Утреша и захотел залезть на гору. Добраться туда он смог, а вот назад никак. Хорошо, что смог вызвать помощь. Анапские спасатели оперативно прибыли на место происшествия и сразу обнаружили пострадавшего, но подойти к нему оказалось непросто. На это ушло два часа. Спасатели, используя альпинистское снаряжение, эвакуировали пострадавшего с крутого склона горы в безопасное место. А партнер сегодняшнего выпуска новостей – оптово-розничный комплекс «Фермерский двор». Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской 104. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Накануне нового учебного года сотрудники группы технического надзора отдела ГИБДД ОМВД России по Анапе организовали проверку технического состояния школьных автобусов. После всех проверочных действий правоохранители провели разъяснительные беседы с водителями о неукоснительном соблюдении требований скоростного режима, правил перевозки детей, режима труда и отдыха и призвали не оставаться равнодушными к детям после того, как они покинули автобус, а также напоминать юным анапчанам о правилах перехода проезжей части. С должностными лицами образовательных организаций проведены беседы о необходимости подачи уведомлений в госавтоинспекцию обо всех перемещениях групп детей. Соблюдение требований при прохождении предрейсового контроля технического состояния школьных автобусов и медицинского осмотра водителей перед выездом на линию отметили в пресс-службе отдела ГИБДД. А партнер сегодняшнего выпуска – кафе-кулинария «Таверна» в Анапе. Постоянные посетители ресторанного комплекса «Шемси Холд» знают, здесь всегда можно выбрать выпечку, готовые закуски, салаты, мясные, рыбные блюда, как для ежедневных обедов и ужинов, так и для праздничного застолья. Однако, идя навстречу пожеланиям своих гостей, было принято решение провести полную модернизацию этого объекта. В результате большую часть имеющихся площадей заняли удобные столики со стульями и диванчиками. Полноценное, грамотно разработанное меню включает большой список самых любимых и популярных блюд. Здесь вы всегда сможете вкусно позавтракать, выбрав на свой вкус салат, шаурму с разнообразными добавками. А в обед съесть тарелку горячего супа или классический шашлык. А вечером посидеть в компании друзей и заказать настоящую итальянскую пиццу. А десерты шеф-кондитера выглядят многообещающими. Кафе-кулинария «Таверна» в Анапе на «Солдатских матерей» 8Б ждет вас. Четыре летних пассажирских поезда из Кирова и Ижевска продолжат курсировать в Анапу и Адлер в сентябре. Поезда номер 531-532 Киров-Нижний Новгород-Адлер и 515-516 Ижевск-Казань-Анапа будут ходить до 22 сентября. Поезд номер 501-502 Киров-Нижний Новгород-Анапа продолжат курсировать до 23 сентября. Поезд номер 451-452 будет связывать Ижевск и Адлер до 26 сентября. Курсирование сезонных поездов продлено из-за повышенного спроса на пассажироперевозки в сторону Черноморского побережья и обратно, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги. А партнер выпуска – цирк на стадионе «Спартак». Вы должны это увидеть в гастроли знаменитого итальянского цирка «Братья Плавио» и «Даниэли Тони» – артисты, пятикратные победители самого престижного международного фестиваля циркового искусства «Монте-Карло». Только здесь вы сможете увидеть традиционных белых и впервые в России розовых тигров. Насладитесь цирковым шоу с уникальными трюками и веселым клоуном. Анапские артисты стали дипломантами «Казачьего круга». Голоконцертом и награждением победителей завершился в Краснодаре отборочный этап всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг». За свою 12-летнюю историю конкурс стал уникальной площадкой для реализации творческого потенциала талантливых исполнителей, демонстрации исполнительского мастерства, самобытных местных традиций, взаимообогащения и творческого роста. Голоконцерт состоялся в Краснодарской филармонии имени Пономаренко, по итогам которого прошла церемония награждения победителей. Им вручены дипломы лауреатов и памятные подарки от кубанского казачьего войска. Сразу два коллектива городского театра Анапы стали обладателями дипломов. Лауреатов первой степени – народный ансамбль казачьей песни и танца «Зарница» и народный ансамбль казачьей песни «Исаул». Обладатели призовых мест примут участие в галоконцерте лауреата всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг» в Москве. А партнер сегодняшнего выпуска – детский развлекательный центр «Акуна Матата». Субтитры создавал DimaTorzok Далее прогноз погоды в городских подробностях. В пятницу 25 августа нас ожидает солнечная погода. Температура воздуха днем – плюс 31 градус, влажность воздуха – 78%. Ветер подует с юго-востока со скоростью 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью – плюс 21 градус. На сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Напоминаем, все новости и передачи 39 канала вы можете найти на сайте anapanews.com. Новости, актуальная информация, интересные события и факты. anapanews.com. До свидания. anapanews.com. anapanews.com. Субтитры создавал DimaTorzok